Мы понимаем, что у нас знаковый объект, что это полигон, все думают мусор, свалка, но все, кто приезжает, у нас каждую субботу проводятся экскурсии и реакция всегда одна. Нам говорят, ой, а мы думали, у вас свалка, у вас все плохо. Приезжайте, посмотрите. У нас сейчас уже проходят здесь эко-фестивали, эко-мероприятия, экскурсии, опубликованные объявления на сайте Министерства экологии и в телеграм-канале Экопульс тоже регулярно публикуется. Проводим их по субботам в 10 утра. Добро пожаловать! У нас приходят и даже группы студентов из колледжей приходят, то есть школьники. Мы рассказываем про то, что у нас под ногами, про то, как сделан защитный экран, показываем оборудование, показываем очистные. В теле полигона устроены газосборные и система сбора фильтрата. Эти две системы, одна выводит газ на факел, вторая вниз выводит на очистные сооружения, где фильтрат обезвреживается и затем вывозится уже в различные лицензируемые предприятия Московской области по уничтожению концентрата фильтрата. На нашей факельной установке есть два блочных тепловых генератора, которые будут преобразовывать свалочный газ в электричество. Сейчас у нас работы уже начаты, до конца года закончим и планируем обслуживать наше оборудование на полигоне за счет генерируемого электричества и свалочного газа. Сейчас в районе полигона Кучино, в зоне влияния полигона Кучино, превышения нет. Полигон Кучино, он не является источником негативного воздействия на окружающую среду. Сейчас ведутся активные разработки проектов по благоустройству, по дальнейшему использованию под нужды жителей. Застраиваться он не будет, на бывших полигонах строительства капитальных объектов запрещено и его возможно использовать только для каких-то прогулки, может быть, лыжные горки, для отдыха. Сейчас прорабатывается вопрос использования территории, например, при программе «Активные долголетия».